Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Познакомились с парнем на отдых, он из Европы, но русский, ему 25. Мы отлично провели время в компании, и видно было притяжение между нами. Но он говорил в компании, что у него есть девочка с Капарем 5 лет вместе. В крайний день мы поцеловались с ним на балконе. Крышу снесло, но ничего не было. И в дальнейшем я ничего не хотел с ним. Думал, я просто курортный поцелуй. Но мы продолжили общаться, и все как-то далеко зашло. Планируем через пару месяцев увидеться в другой стране. Но как же меня ведет в разные стороны, общаемся мы как пара, на видео постоянно созваниваемся. Он спрашивал, готова ли я переехать в другую страну, и что хотел бы этого, но понимает, что это непросто. Он с другой девочкой живет, просто скрывает меня от нее. Говорит это прямо, у меня всегда были четкие принципы, по которым такое вообще не для меня. А тут я себя предаю, получается, и еще сердце болит от этой ситуации. Я хочу быть единственным для него. Хотя понимаю, что по факту между нами ничего не было. Я ему прямо обо всем этом говорю, он сказал, ты понимаешь, что у нас не обязательство, собака, страховки, быть, она без денег почти. Это все не очень простой процесс, и до нашего удака я с ней разводиться не буду. Говорит, я понял, что расходиться не буду. Говорит, я понял, что с ней я не хочу в будущем строить семью. Во многом благодаря тебе. И даже если у нас не получится с тобой, я уже понял, что она не мой человек. Играет на две стороны, получается, я его не считаю таким поздним, но все же, он поступает так. Пожалуйста, оцените это со стороны, по факту мне нужно бежать от всего этого. Ну, бежать вам от всего этого или нет, на мой взгляд, решите вы сами. Я бы обратил ваше внимание на то, что вы хотите быть для него единственным. То есть, понимаете, вы хотите чувствовать себя для него единственным. То есть, не его, не его счастливым делом вы хотите. А вы хотите именно для него быть единственным. Так это, получается, про что? Это преподребность в том, чтобы вас оценили. Это преподребность в том, чтобы вас любили. Это про нуждаемость в собственной, ну, по факту, исключительности. То есть, я хочу быть исключительной для тебя, говорите вы. Я хочу быть единственной для тебя, особенной. Что означает, что вы себя в другом случае особенной не чувствуете. И вот это проблема. В этом заключается проблема. А не в том, что вам бежать от этого или нет. То есть, проблема заключается в том, что вы не цените себя, вы не чувствуете себя особенной, вы не очищаете себя ценной. И вопрос ценности, любви, принятия, своих страхов, вероятно, остаться одной, вы решаете таким образом. Говоря про курорты, говоря про нарушение принципов, говоря про то, что вы не считаете его подлым, и так далее. Понимаете? В чем штука? Вот что нужно решать по факту. По факту нужно решать вопрос вашей собственной ценности. Вопрос ощущения своей значимости. А вы для него хотите быть единственным. Понимаете? Дальше. Вы пишите. Познакомились с парнем на одних и отлично провели время и видно было протяжение между нами. Ну, давайте честно. Кому видно протяжение между вами? Вы можете почувствовать только то, что чувствуете к человеку сам. Но вы никак не можете оцени... ну, оценивать. Вы никак не можете оценивать притяжение между вами. Вы говорите, что было видно. Это невозможно. Повторюсь. То есть вы можете чувствовать сами, что вы что у вас как бы ну к человеку. Вы можете сами чувствовать это. Но вы не можете обобщать и говорить об этом как о неком факте. Понимаете, да? То есть здесь вы демонстрируете то, что не совсем вы слышите себя. Судя по всему, по крайней мере. И на мой взгляд, это уже тревожный звоночек. как мне кажется. Дальше. Он говорил в компании, что у него есть девочка, с которой мне 5 лет. Ну, вообще, у него отношения. В крайний день мы поцеловались на балконе, кричит смешно, но ничего не было. Давайте здесь немножко попробуем. Во-первых, не мы поцеловались, а вы поцеловали его. Ну, или позволили ему вас поцеловать. Это не так важно. Важно другое. То, что здесь вы не замечаете своей ответственности за этот поцелуй. Вы не замечаете своей ответственности за то, по сути, чего хотелось вам в этой ситуации? Ну, совершенно очевидно, что вам, вероятно, хотелось его поцеловать. А хотелось ли вам его поцеловать? Может быть, вы просто хотели почувствовать, что вас любят? Может быть, вы хотели почувствовать, что вас ценят? Может быть, вы хотели почувствовать что-то вот, что-то вот такое, Это неплохо, если вы этого хотите, но в этом как минимум нужно отдавать себе отчёт. А на мой взгляд, пока что, этого отсчёта вы себе не отдаёте. В чём и заключается проблема. Далее ещё. Вы пишите смесло крыши, но ничего не было. Что значит смесло крыши? Вами овладели чувства? Страсть, влюблённость. Как же вы жили раньше? Особенно если учесть, что вы не свободны. В дальнейшем я ничего не хотела с ним. А вот здесь самообман. То, что вы позволили себе с ним целоваться, говорит о том, что вам чего-то хочется. Но вы запрещаете себе этого хотеть. Думаю, это просто курортный поцелуй. Вот вы обесцениваете то, что с вами происходит. Бежите от этого. Бегство от своих чувств приводит к таким ситуациям. Мы продолжили общаться. Опять же здесь идёт мы. Никаких мы нет. Есть вы. Я продолжил с ним общаться. И всё как-то далеко зашло. Опять же это я далеко зашла. Давайте как-то вот будем брать ответственность за то, что происходит. Это только то, что зависит от вас. Планируем через пару месяцев увидеться в другой стране. Я планирую с ним увидеться в другой стране. Я, а не мы. Никаких мы нет. Чувствуете, да? Нет личных границ. Вы находитесь в слиянии. Но как же меня ведёт в разные стороны. И это нормально. Потому что вы не опираетесь на себя. Общаемся мы как пара и на видео постоянно созваниваемся. Опять же мы как пара. Нет, нет ни вас, ни пары. Вы есть как пара только для других. Но для себя ни вы, ни он не являетесь парой. Для себя, вот лично для себя Ирина, вы являетесь только вами. И ваш партнёр является только партнёром. Нет пары. Поэтому не вы общаетесь как пара. А я общаюсь с ним так, как будто бы мы в отношениях. Давайте подумаем. Что именно вы ему говорите? Из каких чувств вы ему говорите то, что говорите? На видео постоянно созваниваются. Опять же мы здесь. Нет мы. Есть я. Я созваниваюсь с ним постоянно. Для чего? Он спрашивал готовы ли я переехать в другую страну. И что вы ответили ему. И что хотел бы этого, но понимает что это не просто. Это правда. Он с другой девочкой живёт. Просто скрывает меня от неё. А это вы к чему? Вы же знали, что он живёт с другой девушкой. Говорит это прямо. Ну честно. Всё понял. Всё нормально. У меня всегда были честные принципы. По которым такое вообще не для меня. Возможно. Возможно. Только ваша неудовлетворённость сыграла роль. И вы эти принципы нарушили. Потому что вы к своим потребностям и к своим чувствам относитесь вот так. То обесцениваете их, то уходите в слияние. Не берёте за это ответственность. Не выражаете их. Так. А тут я предаю себя. Получается. И ещё сердце болит от этой ситуации. Я думаю, что вы себя не столько предаёте. Потому что вы делаете то, что вы хотите на данный момент. Я думаю, что вы себя не сколько предаёте. А сколько вы себе разочаровываетесь. Понимая, что эти принципы для вас не так важны. Что это были не ваши принципы. А скорее интроекты. То есть нечто, что вам всегда казалось хорошим. И с чем вы были согласны. Но точно не находило отклик внутри вас. А болит сердце от этой ситуации. Если я правильно понял. И с чувством вины. И разочарования. Но может быть, ваше сердце болит ещё и потому. Что вы не чувствуете себя единственным. То есть от ревности. Боль. Вы сталкиваетесь с тем, что вы не ценный. Я хочу быть единственным для него. Вот смотрите. Сопоставьте то, что вы хотите быть для него единственным. И то, что вы его любите. Вот сопоставьте это. Хотя понимаешь, что по факту между нами ничего не было. И если это так. То это. Ваша проекция. То есть перенос на человека того. Что вы хотите сами. Я ему прямо обо всем этом сказал. О чем. Что вы сейчас себя узнаете. Что вы сейчас переживаете инсайды в отношении себя. Он говорит. Ты понимаешь, что у нас немного обязательств. У нас собака. Страховка, быта. Она без денег. Это всё очень простой вопрос. До нашего отдыха я с ней расходиться не буду. Здесь меня смущает только одно. До нашего отдыха я с ней расходиться не буду. А что изменится на отдыхе? Говорит. Я понял. Нет. Я не хочу в будущем строить семью. Во многом благодаря тебе. Даже если у нас не получится с тобой. Я уже понял. Что она не мой человек. Играет на две стороны получается. Ну да. Потому что он не уверен ни в вас, ни в ней. А вы в себе насколько уверены. Что у вас есть такая история про две стороны. Вы же тоже не свободны. Вы же тоже получается на две стороны играет. Я его не считаю таким подлым. А он может быть уверен в том, что поступает не подло. И он не считает это подлостью. Тогда вы правы. Вопрос-то не в этом. Вопрос в приемлемости для вас. Того что происходит. Это немножко другое. Он поступает так. Пошел вам сказать оцените это со стороны. Психологи не оценивают. По факту мне нужно бежать от всего этого. Ну это как хотите. Как я уже сказал. Вы сами решаете как вам поступать. Но чтобы решить. Нужно разобраться в себе. И решить внутренний конфликт. Коих у вас довольно много. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи. Поехали.